Все так же насыщенно, все так же сложно, но с продвижениями. Мы продолжаем свою работу по закреплению наших позиций, мы продолжаем теснить врага к правому берегу Днепра, мы продолжаем держать огневой контроль над переправами, которые они продолжают налаживать в альтернативные способы для того, чтобы хоть как-то подтягиваться по резерву. А вот альтернативные способы, о которых вы говорите, они, кажется, баржу какую-то отжали у кого-то из местных жителей. Что они еще пытаются использовать для того, чтобы переправляться через Днепр? Они продолжают использовать свои варварские способы, действительно разграблять порты, и речной порт, и морской порт, находить все возможные варианты. Они берут все, что находят под рукой, то есть баржи используют и используют железнодорожные вагоны для того, чтобы их притапливать и создавать опору для продвижения техники. Они используют понтонные мосты, которые подтягивают со своих резервов, зная, что особенность местности Херсонщины вот такова, она изрезана и природными реками, и как преградами, и каналами рукотворными, человеческими, людьми созданными урбанистически. Они подтягивали туда сразу понтонные мощности и инженерные мощности. И сейчас пытаются даже сами понтоны использовать как баржи, как паром, как плавучее средство, то есть переправляться всеми удобными способами. Но все больше наблюдаем, что они пытаются перетягивать с правого берега на левый, и в том числе и через Ингулец, эвакуировать то, что еще можно с собой забрать, и компонуются так, чтобы сосредоточиться в одном каком-то районе, где смогут удержать хотя бы оборону. Слушайте, ну вооруженные силы Украины регулярно выводят из строя и вот эти вот самодельные переправы, и понтонные мосты российских оккупантов. В чем тогда логика? Ну то есть уничтожили, они опять что-то начинают там копошиться, строить, вроде как построили, вооруженные силы Украины снова уничтожают. Какая логика их действий? И можно ли тогда в этом случае говорить о том, что информация, которая появлялась в СМИ по поводу того, что Путин отдал приказ чуть ли не под страхом смертной казни, командованию, которая там находится в Херсонской области, во что бы то ни было удержать Херсонскую область и продолжать ее оккупировать? Ну, зерно рациональности есть в ваших словах, потому что действительно из перехватов и из общения с теми, кто переходит в обменный фонд, мы знаем, что задач подразделения не ставится конкретных. Те, кто высылаются на передовую, так званую первую линию, они имеют задачу там находиться. Все. Они не понимают для себя даже, нет осознания, что они там делают. Они знают, что им нужно, вот как вы говорите, любой ценой удержаться на этих позициях. Они знают, что им нужно продолжать там присутствовать. И поэтому, соответственно, они принимают такие решения для себя, что связываются через чат-боты, связываются через все возможные электронные способы с соответствующими структурами, где сообщают о своей готовности сложить оружие и перейти под эгиду международного гуманитарного права. Они не понимают задачи, они не понимают, кому они там нужны, они не видят и не чувствуют логистики, которая должна была бы их снабжать по тому присутствию, которое они там обеспечены. Наталья, а новомобилизованные уже появились на Херсонщине? Уже там они прибыли туда? Что, в каком они состоянии? Как их используют? Да, есть уже новомобилизированные. Они не только на Херсонщине появились, они и на Николаевщине оккупированном части появились, в районе Снегуровки, например, Снегуровки. Там настроения точно такие же, они не понимают, что им делать, они не обучены ведению боя, они морально не готовы к тому, что им предстоит пережить в этих ситуациях, и попадая под плотные обстрелы, под серьезные боевые действия, конечно, они теряются. В принципе, нам это на руку, потому что они более осознанно переходят уже в группу, которая называется обменным. Вот, кстати, в связи с контрнаступлением вооруженных сил Украины, участились ли случаи сдачи в плен? Стали ли понимать российские военные, что сдаться в плен, это все же лучше, это возможность сберечь жизнь, а не воевать за идеи непонятно кого и непонятно за что? Да, эти случаи участились, причем, говоря о тех же свежемобилизированных, мы имеем факты, когда они заботятся о своей дальнейшей судьбе еще на стадии формирования команд в военкоматах, когда еще из-за поребрика они уже выходят с информацией о том, что предоставляют свои данные, что я направляюсь в такое-то подразделение, но я не собираюсь воевать, я готов сразу же перейти вот в обменный фонд, то есть не замырав свои руки кровью и участием в этой так называемой спецоперации, я, поскольку здесь прижат условиям мобилизации, но воевать не собираюсь, я готов сразу же стать обменным фондом. Очень здорово, что вы об этом говорите, потому что канал Freedom, это канал, который ориентируется как раз на людей, которые живут в Российской Федерации, русскоговорящих, которые живут в других странах мира, и очень здорово, что вы об этом сказали, потому что это вот конкретный пример того, что можно еще на стадии военкомата позвонить, сдаться и не сделать ни одного поступка в своей жизни, который бы, от которого потом не отмыться, а можно еще и отбыть нехилый срок. Наталья, что видят наши военные, украинские военные, которые заходят на деоккупированные территории, которые освобождают, вот они зашли в освобожденный населенный пункт, что они видят? К сожалению, картина уручающая, потому что это огромное разрушение, это варварское отношение даже к тому, что не пострадало от обстрелов, от артиллерийского огня. Это поведение в быту, абсолютно неприемлемое для нашего населения. Также, к сожалению, находят и места, в которых собирали украинцев и проводили над ними пытки. Эти все вещи документируются, это все входит в состав вот тех самых стабилизационных мероприятий, о которых мы говорим. Очень много участков местности, домов, дворов заминировано. Очень много осталось кассетных неразорвавшихся снарядов, которые тоже таят в себе опасность. Поэтому мы говорим о том, что возвращаться в оккупированные территории еще пока рано. Нужно держать связь с местными властями, и мы тоже с ними в контакте, и по каждому населенному пункту даем оперативную сводку, в каком состоянии та территория, куда можно или еще не стоит возвращаться. Очень много разбитых и хозяйственных построек, очень много убитых домашних животных. И учитывая, что погода была все-таки жаркая, это все также связано с антисанитарными условиями, поскольку гниение идет, и очень много работы предстоит сделать для того, чтобы также и вот эту бактериологическую ситуацию привести в порядок. Поэтому пока возвращаться не всем можно, держите связь со своими местными органами власти, вам обязательно будет много работы, но это уже наведение порядка для дальнейшей мирной жизни. Это всегда созидательные такие вещи, они в принципе приятны. Но также есть деоккупированные населенные пункты, которые очень плотно находятся, близко находятся к краю, к берегу, к краю Днепра, и с левого берега они очень плотно обстреливаются, хотя там уже нет в самих населенных пунктах нет уже авиационных войск, но обстрелы очень тяжелые, поэтому туда пока невозможно возвращаться. Спасибо. Спасибо.